МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый день выборов президента страны подошел к концу, но мы все еще получаем видео из муниципалитетов республики. На многих избирательных участках Дербента сегодня наблюдалась высокая активность. В праздничной атмосфере проходило голосование на участке 04-65 в Дербенском профессионально-педагогическом колледже имени Кази Ахмедова. Такая же атмосфера была и на других избирательных участках, а их в городе 42. Победители всероссийского конкурса «Семья года-2021» голосовали сегодня в Кайтакском районе. Семья Гасановых бережно хранит традиции предков и активно участвует в общественной и культурной жизни родного муниципалитета. Отметим, что Рамазан Идрисович и Зубайдат Иманшапиевна Гасановы стали победителями в номинации «Семья-хранитель традиций». В браке они почти 50 лет и воспитали трех прекрасных дочерей. В Гумбетовском районе на всех избирательных участках голосование прошло спокойно. Руководители и сотрудники учреждений муниципалитета пришли, чтобы принять участие в выборах президента России. Коллективы Центральной районной больницы и поликлиники пришли выразить свою волю и выполнить свой гражданский долг. Активной явкой избирателей отметился Кайкенский район. Жители приходят на выборы целыми семьями и коллективами. Среди голосующих сегодня был и Рустам Магомедов из села Новый Кайкент. Вчера в кругу семьи и друзей он отметил свое совершеннолетие. А сегодня пришел на избирательный участок, чтобы впервые воспользоваться своим правом. Глава района Магомед Ильдерханов поздравил молодого человека с совершеннолетием и вручил ему диплом гражданской зрелости. Как и во всех районах республики, первый день выборов в Кизельюртовском районе начался с гимна России. Избирателей ожидали выступления учащихся общеобразовательных школ. Ребята таким образом выразили свою причастность к столь важному событию. Первый заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан Юрий Левицкий проголосовал в Махачкале на избирательном участке 10.65, расположенном в здании Дагестанского государственного педагогического университета. В следующем выпуске мы продолжим знакомить вас с тем, как голосуют дагестанцы в городах и районах республики. Следите за нашим эфиром.